ДЕКСТЕР ДЕШОН Если не хочешь сдохнуть в канаве, надо забыть о спокойной жизни. Да и выбора-то нет. Почему же? Я, например, очень спокоен. Но те, кто пытается скинуть меня в канаву, потом очень жалеют об этом. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А-а-а. У корпорации, наверное? Угу. У Аросаки. Это же не проблема. Корпораты те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мольстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам. Начал спрашивать по городу. Так и что? Откликнулись ребята из Базильки. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Так. А что за дело надо уладить с Мольстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мольстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мольстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мольстрема главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижников, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок, и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И еще, мистер Вейн. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы. До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, профи умеют разгребать говно за Мальстремом и Мелитех. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил брику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. Да, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстремовцев или с Паркер? Эй, слышишь меня, Манно? Думаю, сначала постучимся к мальстрему. Ногой. Ороли. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почем. Аста луэго. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Здорово! Оля! Меня ничего не интересует! Хочешь наверх пробиться, да? Просто день не задолжен. Ну, что скажешь? Да уж опасная у тебя работа возить товар через весь Найт-Сити. Вляпаться в неприятности проще простого. Если ты пытаешься продать мне крышу, то отвали. Я под Такеши. Это его лавочка. Да я ни на что и не намекаю. Ага, конечно. Твой товар ты? Или где позаимствовал? А тебе не похуй ли? Я из Баккеров. О, двое кочевников встретились на улицах Найт-Сити. Тебе нужна помощь. Какими судьбами в Найт-Сити? Да как и все. Приехал за деньгами и приключениями. Как видишь, не жизнь, а мечта. Может, я тебе чем помочь могу? Я ищу эту даму. Знаешь ее? Она коп. Конечно знаю. Она снимает номер в этом отеле. Иди вон туда. Супер. Спасибо. Да не за что. Куда спешишь? Эй, не разменяешь мне сотню по пятьдесят? Я тебе что, банк? Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечего. Это твои проблемы. Я исполню любые твои фантазии. Что-то случилось? Что-то. Что-то. Что-то этоload. Что-то в мозге. Кто-то... Нет. Как вы 없는 καезон pervert Quốc? Что-то хоть который-то. Напишите мне уже познатись на はтĩoveит, ручpez к перемене. Он пошел пе konsал в мороз 많 Chase. Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...